Инженеры придумали удобный автомобиль для инвалидов. В эту машину легче заехать, чем сесть. Для этого ее подгоняют тыльной стороной к тротуару, задняя дверь поднимается, а вниз опускается пандус, по которому в салон взбирается коляска. Штатное место для нее предусмотрено руля. При этом все органы управления приспособлены для работы в ручном режиме. Такую инвалидку будущего показали на автосалоне в Санкт-Петербурге. В Юнимобиль человек с ограниченными возможностями может попасть, не покидая своей коляски. Фото Андрей Полухин, РГ впрочем, Юнимобиль, созданный белорусским инженером Александром Синкевичем, похож скорее на футуристичный электрокар. Выглядит не хуже немецкого компактного хэтчбека и оснащается по последней моде. У него электрическая батарея с запасом хода 120 км, светодиодные ходовые огни, камеры вместо зеркал и большой тач-скрин мультимедийной системы. Колясочник сможет не только свободно заезжать в салон по Пайн-Дусу, но и при желании самостоятельно управлять автомобилем. «Мы хотели сделать такой автомобиль, в котором инвалид будет чувствовать себя полноценным человеком», пояснил Синкевич. Именно поэтому его концепция кардинально отличается от общепринятой в этом сегменте мирового авторынка. Несколько транспортных средств, которыми инвалиды могли бы управлять, не покидая своей коляски, уже разработаны. Но все они так называемые квадрициклы. Проще говоря, как знаменитые советские модели СМЗ, которые прославил киноперсонаж бывалой в операции ИИ, это обычные мотоколяски. Такие машинки дешевле, их легче собирать и запускать на рынок. Но упрощенная сертификация, считает Александр Синкевич, не столько плюс, сколько минус. С точки зрения безопасности квадрициклы уступают любым автомобилям. Китайский «ГАГМОТОР» планируют заменить в России компанию «Форд». Когда юнимобиль из инвалидки будущего превратится в инвалидку настоящего вопрос. Пока команда Синкевича работает над усовершенствованием прототипа, возят его по выставкам и собирает отзывы от обществ инвалидов. Но, очевидно, машина пойдет в серийное производство, когда появится спрос со стороны государства. Другими словами, когда под нее скорректируют программы поддержки инвалидов и ПДД, сейчас парковаться поперек первого ряда нельзя.